Сегодняшняя наша заключительная лекция – это методы неинвазивной визуализации биологических макрообъектов. Пока мы говорили о том, что мы пытались получить максимальное разрешение, наиболее маленькие объекты увидеть, но в некоторых случаях нас могут интересовать достаточно такие объемные объекты, которые можно назвать уже даже не мезоскопическими, а макроскопическими. Например, отдельные органы или ткани. И для таких вариантов есть тоже несколько методов визуализации. Некоторые методы больше используются, конечно, в медицине, чем в биологии, но некоторые находят свое отражение и в биологических науках. И если говорить о таких неинвазивных методах, то, конечно же, здесь можно говорить о ядерно-магнитно-резонансной томографии. Она используется сейчас достаточно часто, особенно ее разновидности. Одна из них это функциональная магнитно-ядерно-резонансная томография. И вторая разновидность, которая появилась где-то в 90-х годах прошлого века, в конце 90-х, это так называемая диффузионная МРТ, или даже если быть более точным, диффузионно-тензорная МРТ, которая позволяет предположить, как могли бы идти пучки упорядоченных волокон. Ну, понятно, если мы, например, работаем с нервной системой, то такие пучки упорядоченных волокон, например, аксона, то есть тракты нервной системы, которые мы могли бы таким образом визуализировать. Кроме этого, если мы говорим о каких-то биохимических изменениях на макроуровне, нас может интересовать позитронно-эмиссионная томография. Метод, хотя не обладает высоким разрешением, но имеет свои достоинства как возможность наблюдать вживую различные метаболические процессы в зависимости от того, какие метки мы с вами выберем. Ну и начнем мы все это с рентгеновской компьютерной томографии, как такой метод, объясняющий многие параметры. Конечно, в медицине он используется часто, особенно сейчас, в наше время, о нем, наверное, уже много чего известно. Но в биологии используется достаточно редко, все-таки метод такой более диагностический. Конечно, еще есть некоторое количество методов, которые мы не упоминаем. Например, звуковое исследование, которое, опять же, в биологии, в принципе, используется достаточно редко. Но мы сосредоточимся на этих трех методах. И, конечно, как я уже говорил, методы мы можем поделить, во-первых, на инвазивные и неинвазивные. Если мы делаем срезы, это, конечно же, инвазивный метод или биопсию. Если мы смотрим вот в таком виде, неинвазивный. Ну, опять же, частично неинвазивный. Потому что для некоторых из этих методов нам нужно вводить в организм так называемое контрастирующее вещество. Которое позволит нам увидеть какую-то часть этого объекта более контрастной, лучше, чем остальные ткани. Ну и неинвазивные методы можно разделить сразу же на две такие большие группы. Это методы, использующие ионизирующее излучение. Либо напрямую, либо за счет того, что используется какая-то радиоксивная метка. К ним будет относиться компьютерная рентгеновская томография, о которой мы поговорим. Позитронно-эмиссионная томография. СПЕКТ и несколько других методов. Ну, основные, конечно, первые два. И методы, которые используют неинвазивные излучения, такие как, например, МРТ. Конечно, есть еще методы, например, тепловизионные методы, методы инфракрасной спектроскопии. Ну, их мы рассматривать, к сожалению, в этом коротком курсе в нашем вводном не успеем. И давайте начнем тогда с компьютерной рентгеновской томографии. Вот такие изображения рентгеновские всем хорошо знакомы. Но какая проблема у этого изображения? Оно двумерное. И то, что мы видим, это, в принципе, проекция трехмерного объекта на двухмерную плоскость. Поэтому заглянуть внутрь объекта вот по такой одной фотографии мы не можем. И, конечно, если мы говорим не о медицине, а о биологии, нас во многих случаях интересует именно трехмерная структура объекта. Но если учесть, что на самом деле рентгеновское излучение достаточно коротковолновое, в принципе, можем использовать его не только для каких-то макрообъектов, но и объектов уже более-менее микроскопических. Изображение, которое мы получаем, имеет разные уровни, скажем так, яркости. Что-то черное, что-то белое. И, конечно, каждый прибор будет выдавать какие-то свои уровни яркости. Здесь применяется подход, ну, такой стандартный для биологии, когда мы делаем некую нормализацию. Мы берем какие-то вещества, для которых вот эта яркость будет для нас очевидной, и вещества, которые легко доступны, например, воздух и вода, и используем их для нормализации яркостей, которые мы получаем с прибора. С прибора, там, не знаю, от нуля до 4096, если мы в цифровом варианте работаем. Используя эту формулу, можем получить уже нормализованные единицы, называемые единицей Хаусфилда, которые теперь по определению для воды будут равны. Понятно, если мы сюда воду подставим, туда не денешься. Ну, а зависит от того, что мы с вами дальше смотрим. Опять же, если у нас будет воздух, то это по определению будет минус 1000 единиц Хаусфилда. И чем больше вещество будет взаимодействовать с рентгеновским пучком, понятно, что если у нас там будут какие-то тяжелые уже элементы, кальций, например, то такое будет взаимодействие больше, то тем более положительные будут значения этих единиц. Чем будет менее рентгенопрозрачная, чем вода, например, жир или воздух, тем, соответственно, более отрицательное значение у этих единиц. Значит, первое, что мы сделали, мы теперь получаем не просто некий набор яркостей, а набор яркостей, который мы можем теперь от прибора к прибору передавать, чтобы можно было как-то оценивать. Ну, и вторая проблема, которая у нас осталась, да, заглянуть внутрь нашего образца. Потому что пока мы видим только одну проекцию. И здесь, конечно, нужно поговорить о так называемом томографическом принципе получения изображения. Есть теорема преобразования радона, которая говорит о том, что если мы сможем каким-то образом получить для нашего объекта проекции под разными углами, то есть мы можем, например, вращать, здесь у нас будут излучатели, давать, скажем, клеммированный пучок. Здесь у нас будет линейка, скажем, детекторов. Если мы сделаем такой оборот вокруг объекта, ну, на самом деле, понятно, что 360 градусов не нужно, так как у нас в картинке будут 0 и 180. В принципе, однозначно одинаковые. Достаточно на 180 градусов сделать такой поворот. И теперь, если у нас, скажем, был вот такой объект, в картинографии и во многих других областях объекты такие тестовые называются фантомами. Ну, вот если мы вот такой тестовый объект, например, возьмем и попробуем теперь получить с него изображение. Понятно, что объект у нас двумерный. Соответственно, проекция его будет одномерная. И здесь мы получим так называемую синограмму. Каждая линия в этой синограмме – это одномерная проекция этого объекта. Здесь, соответственно, координата х. А здесь угол поворота, насколько мы поворачивали всю эту систему. И посмотрите, если вот в таком положении, как она здесь изображена, вот красная часть на картинке, это то, как эта проекция будет выглядеть. У нас два этих прямоугольничка друг на друга практически накладываются. Если же мы теперь будем смотреть, например, с этой стороны, мы посмотрим, что они у нас практически раздельны. И вот положение, которое у нас с вами... Более подробно, если хотите, можно посмотреть по этой ссылке картинку, как это все происходит. Но самое главное, что теорема Родона или теорема обратного преобразования нам говорит о том, что имея вот такую картинку, собранную под бесконечным набором бесконечно малых, соответственно, углов, и если у нас прозрачность этих объектов хоть какая-то остается, то есть объект не абсолютно черный, через него хоть что-то проходит, то мы с вами можем реконструировать теперь из полученной синограммы опять исходный объект. Давайте посмотрим, как это все может выглядеть. Картинка с Википедией взятая. Вот наша синограмма. Вот метод так называемой обратной проекции. Сейчас я более подробно расскажу, как он работает. И дальше, накладывая изображения из синограмма друг на друга и поворачивая их на тот угол, который был, посмотрите, мы получили... Конечно, нельзя сказать, что идеальное изображение. Здесь не бесконечное количество углов, но достаточно полное изображение исходного фантома, который мы использовали для получения этой синограммы. Давайте посмотрим на каком-то более реальном изображении, которое я здесь сделал. Конечно, понятно, что это изображение на самом деле резонансное, но не так важно. Мы можем вот это изображение точно так же сделать в виде проекции на одномерную плоскость. Изображение у нас одномерное. Плоскость у нас одномерная. И получить, замести того, как мы будем поворачивать с вами эту систему, вот такой набор картинок. Понятно, что каждый из этих картинок – это проекция этого изображения на плоскость под заданным углом. Теперь, если мы их сможем точно так же отложить по синограмме, где здесь у нас будет угол, на который повернули, здесь, скажем, координата х. Вот синограмма, которую мы с вами получаем. Почему синограмма? Любая точка, которая у нас будет где-то на изображении, в итоге на этой синограмме будет описывать, естественно, вот такую вот картинку. Ну, точку можно взять, мы получим то же самое. Ну, за исключением, конечно, если точка будет посередине. Ну, и траекторию ее, естественно, можно описать таким образом. Теперь, самое интересное. Получив вот такую синограмму, мы можем сделать то, что называется обратной проекцией. Давайте мы с вами каждую отдельную вот эту вот строчку, да, поворот на определенный угол, будем накладывать вот на такое изображение, каждый раз его усредняя. Значит, вот таким углом положили, вот таким углом положили, вот таким углом положили. Здесь, смотрите, всего три изображения, но, в принципе, уже какая-то закономерность обрисовывается, что в этой части изображения ничего нету, в этой нету, в этой практически ничего нет. Ну, то есть наше изображение, если мы здесь посмотрим, да, оно уже похоже. Чем больше мы таких будем накладывать изображений, здесь всего три наложено, поэтому картинка практически неразличима, да, только общие какие-то черты. Здесь наложено уже 90 изображений, ну, и если мы их будем больше, у нас будет картинка все более и более четкая. Конечно, при таком преобразовании возникает проблема с тем, что некоторые области, видите, более яркие, чем должны быть, получаются. Поэтому, если его использовать сейчас, его используют с дополнительными фильтрами, обратная проекция с фильтрованием, который может дать картинку после преобразования. Вот такую. Конечно, разрешение по сравнению с оригинальной картинкой немножко утеряно, потому что у нас все-таки набор изображений здесь в данном случае был ограниченный углов, но, в общем, картинка получилась достаточно хорошего качества. В чем проблема? Дело в том, что вот такой вариант преобразования, он, конечно, сильно зависит от нескольких параметров, ну, во-первых, от количества углов, под которым мы это сняли, во-вторых, он, конечно, зависит от, как минимум, если мы будем говорить о этой картинке, того фильтра, который мы выбрали, чтобы убрать вот этот вот дефект. И поэтому есть еще один вариант преобразования, более подробно мы о нем сейчас поговорим, это так называемое частотное преобразование через пространство Fourier. Напомню, что мы, в принципе, можем с вами записать любую совершенно функцию, как в виде его реального изображения, положим у нас синусоида, так и в виде параметров. Для этой синусоида мы можем с вами указать ее частоту, можем указать ее фазу, и можем указать ее амплитуду. И, в принципе, нам этого будет достаточно для того, чтобы такую синусоида воспроизвести. Предположим, что у нас будет какой-то более сложный сигнал с двух синусоида. Мы можем его рисовать вот так до бесконечности, и понятно, что много тогда займем этими данными места. Но мы можем с вами сказать, что здесь есть просто две синусоида. Одна синусоида с вот такой частотой амплитуды и фазой, другая синусоида вот с такой. То есть мы этот сигнал можем разбить на два сигнала. Условно говоря, первый сигнал мы здесь уже нарисовали. Второй сигнал у нас будет амплитуду с в два раза больше частотой. Если мы их с вами сложим, мы получим вот такую картинку. И опять же, согласитесь, рисовать вот такую бесконечную функцию или записать просто два набора из трех чисел, которые точно так же позволят нам это восстановить. То, что говорит теорема Фурия, собственно, это образование Фурия на чем основано, то, что мы на самом деле можем совершенно любой сигнал, совершенно любую функцию, какая бы сложная она у нас ни была, хоть вот такая квадратная, проксимировать определенным набором синусоид, учитывая вот, соответственно, такие параметры. И, в принципе, получается, что мы теперь можем сказать, из каких частот, из каких вот этих синусоид наша функция состоит. То, что мы с вами описали, это для случая, если все это в одномерном пространстве. Естественно, то же самое можно сделать и в многомерном пространстве. Ну, например, картинка это у нас двухмерное пространство. И мы можем сказать, какие частоты у нас представлены по этому направлению, по этому направлению, по этому направлению и так далее. На самом деле, вот наша синограмма, каждое направление, это вот одна вот эта линия. Мы, в принципе, можем сделать для этой линии преобразование Фурие и получить для нее набор частот. Здесь вот яркая линия, это как раз то, что мы синограмма взяли, для чего получили такой набор. Теперь смотрите, какой интересный момент. Если мы вот эти линии, полученные на каждой из наших картинок, в пространстве Фурие сложим. Что такое пространство Фурие? Это частоты от нуля, пускай было там герца цикла, что хотите, до какой-то большой очень частоты. Углы, которые здесь есть, это то же самое, что угол на изображении, в каком направлении мы смотрим. И яркость точки, это, соответственно, амплитуда. Ну, плюс нам еще нужно как-то фазу записать, поэтому на этой картинке еще есть третья координата, которую мы не видим. Это, конечно же, фаза для каждой точки. То есть, каждая точка, в зависимости от того, какой у нее угол, это под каким углом мы эту проекцию посмотрели, какая яркость, это какая амплитуда, как далеко она от центра расположена, это ее частота. Ну, и то, что мы не видим, потому что это в плоскости уже чисел реальных не отобразить, это, соответственно, фаза. Что получается? Имея вот такую картинку пространства Фурие, мы можем сделать обратное преобразование и получить нашу вот эту реальную картинку. А теперь смотрите самое интересное. Набор вот этих линий, которые мы получили, мы можем просто сложить в этом пространстве. И дальше, теперь, взяв из него обратное преобразование, получить наше изображение. Давайте попробуем посмотреть на это чуть-чуть по-другому. У нас есть некая картинка. Это взята уже в этой публикации. Она свободно доступна, можно ее посмотреть. И мы теперь с вами можем сделать, скажем, проекцию вот под таким углом. Мы получили некий набор яркостей. И можем разбить этот набор яркостей в сумму синусоид, которые ее в итоге дадут. Каждый синусоид опять же будет. Фаза, амплитуда и частота. Теперь мы можем эту линию, она слаба 45 градусов, в пространстве Фурие уже вот так вот отложить. Точно так же мы теперь можем повернуться на следующий угол, отложить линию вот так, следующий угол, отложить линию так, и так далее, так далее, так далее. Ну а теперь, сделав обратное преобразование вот этой картинки, получить нашу такую уже двухмерную картинку. Понятно, никто нас не ограничивает с тем, чтобы мы работали только с двумя размерностями. Можем точно так же делать и трехмерное изображение, если нам необходимо. В принципе, это можно делать и так. И получать теперь при необходимости внутреннюю структуру объекта. Давайте посмотрим, как это выглядит на компьютерной томографии. Вот картинка опять же с Википедии взятая. Обратите внимание, что, как мы говорили, контрастность у нас теперь в единицах Хаусфилда, и, конечно же, кость будет наиболее белой. Понятно, что для биологических исследований этот метод не очень подходит, потому что контрастность того, что нас может интересовать, ну, например, различных структур внутри органа, по районахима, скажем, и кора, или, пускай будет, если у нас мозг, белое и серое вещество плюс желудочки. Желудочки хорошо видны, спросов нет. Даже червь мозжечка виден. А вот белое и серое вещество, конечно, мы можем здесь угадать. Во-первых, это картинка очень еще качественная. В принципе, здесь все структуры, которые мы на анатомии разбирали на первом курсе, тоже, в принципе, видны. Но, конечно же, как видите, контрастность здесь очень небольшая, а разница по содержанию воды и жира между белым и серым веществом, конечно, есть, но не настолько велика, чтобы это можно было увидеть. Что нам сразу же важно здесь отметить? Дело в том, что мы можем увидеть только небольшое количество градаций одного и того же цвета. Ну, будем считать, что 120 градаций. Картинка у нас, конечно же, получается с гораздо большим градациям вот этих оттенков. Пускай будет 2048 или 4096. И мы можем выбирать так называемую зону интереса, что нас интересует только яркости вот для этих единиц. Например, от нуля до минус 120. Тогда можно получить такую картинку, но при этом понятно, что кость переконтрастирующий агент будет совсем-совсем светлым. А все, что имеет хорошую рентгенопрозрачность, например, воздух, здесь мы тоже никаких объектов не увидим, он будет практически черный. Давайте перейдем к методу, который большее применение имеет уже в биологии. Это, конечно же, позитронный эмиссионный контраст, но перед этим давайте просто покажу картинки, как выглядит этот рентгеновский томограф. Вот как рентгеновский томограф выглядит в закрытом состоянии, а вот на самом деле, что внутри него. Конечно, есть некоторое отступление от того, что мы с вами только что описывали. Мы с вами говорили, что у нас должен быть набор параллельных источников и детекторов. Здесь, как видите, источник с таким расходящимся набором лучей, но детектор такой полукруглый. В принципе, математически все это все равно можно поправить, не так все это сложно. Вот эта часть, она может очень быстро вращаться, откуда звук на КТ такой интересный возникает. Вот вся вот эта центральная часть, она вращается вокруг части, куда помещается, соответственно, наш объект исследования. И изображение, которое мы получаем, так как, в принципе, мы можем во время вращения всего этого набора из детекторов и, соответственно, излучателя пациента внутри передвигать, то мы можем получить набор вот таких, условно говоря, срезов. И, конечно же, дальше можем делать, например, реконструкцию из них. Ну вот, как пример, кости у нас очень контрастные, поэтому тут все очень хорошо. Кроме того, можем использовать так называемое контрастирующее вещество, контрастирующий агент. Что-то, что не вредит нашему объекту исследования, но обладает свойствами поглощать, например, или рассеивать, или как-то взаимодействовать с тем, что мы на объект подаем. В данном случае рентгеновское излучение, поэтому вещество будет рентгеноконтрастным. И тогда можно реконструировать не только, например, хорошо контрастные кости, но и, посмотрите, здесь вот сосуды можно. Можно также реконструировать. Вот, кстати, с сосудами в биологии, в принципе, работают, и это одно из применений этого метода. Но прежде чем перейти к PET, давайте вернемся к тому, что у нас было на анатоме на первом курсе. Это, соответственно, система координат. Ну, понятно, передняя, задняя, правая, левая, медиальная, латеральная, все понятно. Superior, inferior тоже понятно. А вот плоскости, которые приняты при получении таких рентгенографических изображений, это плоскость сагитальная, зелененькая, плоскость коронарная, здесь синенькая. И посмотрите, так как это ось, по которой двигается, исследование, то она будет называться аксиальной. И картинка, которую мы с вами видим, это как будто бы вот этот вот срез мы вынули, а смотрим со стороны ног. То есть здесь, если бы мы смотрели, видите, у нас пациент лежит на спине, вот червь мозжечка, и здесь бы были бы его ноги, а мы бы вытащили вот этот вот срез бы, соответственно, и смотрели бы со стороны ног. Поэтому правое и левое на этом изображении, как видите, перевернуто. Когда будете смотреть такие картинки, обратите внимание. Потому что, если помните, анатомическое представление у нас, когда рисуются срезы или еще что-то, немножечко другое положение используется. Ну, в радиологии так принято. Наконец-таки добрались до следующего метода. Это позитронно-эмиссионная томография. И это метод, который уже использует метку. Потому что, если до этого мы могли смотреть просто за счет наличия, подразличия самой всей структуры, наличия кости, например, и за счет этого мы ее хорошо видели, то здесь нам необходимо использовать какое-то меченое вещество. Что это за метка? Это радиоактивный изотоп, который распадается только в виде бета-плюс-эмиттера. Что такое бета-плюс-эмиттер? Помните, это когда у вас в результате распада получается позитрон. То есть античастица к электрону. Что происходит дальше? Дальше этот позитрон некоторое время после распада этого нашего атома может двигаться внутри вещества. В данном случае органов и тканей. Пока он не встретится с электроном, и это некое расстояние свободного пробега достаточно большое, собственно говоря, оно и определять будет у нас разрешение нашего метода. После того, как он встретится с электроном, происходит аннигиляция. И примерно 180 градусов, конечно же, нельзя сказать, что точно 180 градусов, есть некоторые различия, но будем считать для простоты. 180 градусов это тот угол, под которым у нас будет излучено два гамма-фотона. С определенной энергией в данном случае это будет 511 килоэлектрон. Какие атомы, какие изотопы мы можем использовать? Ну, самый удобный для нас это изотоп фтора-18. Как по времени жизни, о котором мы дальше поговорим, так и по удобству модификации различных веществ, которые мы можем вводить в наш организм. Ну, как пример, можем использовать меченую глюкозу. У нас будет фтор-дезоксиглюкоза, ФДГ. И понятно, что организм, многие ткани воспотребляют глюкозу в качестве энергетического субстрата. И дальше мы можем за счет этого смотреть, где произошло накопление именно этого вещества. Именно там будет происходить его наиболее частый распад. Именно там будет дальше, собственно говоря, наш вот этот сигнал гамма-кванта-2, который мы можем с вами зарегистрировать. Кислород. У него, правда, очень маленькое время жизни, поэтому он не так удобен к нам. Ну, и, конечно же, если уж совсем полностью картину этого распада рисовать, тут еще у нас должен возникнуть еще одна частица электронного нейтрина, но его регистрировать, к сожалению, мы не можем. Поэтому то, что мы с вами регистрируем, это, к сожалению, вот этот процесс аннигиляции электрона и позитрона. И напомню, что есть вот это расстояние свободного пробега. Которое достаточно большое. В принципе, если мы в обе стороны отложим, это может быть где-то около миллиметра. И понятно, что при этом разрешение лучше этого расстояния мы с вами получить не можем. Потому что здесь где-то у нас произошло событие, а здесь где-то 90% вероятность, что где-то вот отсюда у нас с вами в итоге произойдет аннигиляция, и мы с вами сможем, собственно говоря, зарегистрировать наш сигнал. Таким образом, если у нас теперь есть наш объект, в который мы ввели эту метку, подождали некоторое время, чтобы эта метка была метаболизирована, потому что если просто мы введем метку, например, в кровь, мы увидим с вами что иное, как сосуды. Это не очень интересно. В данном случае, пускай у нас будет ткань мозга. Чем она интересна? Если вы помните, то нейроны у нас способны только кетоновые тела в меньшей степени, ну и глюкозу в большей степени использовать в качестве энергетического субстрата. А это означает, если мы введем с вами радиоактивно меченную глюкозу, то она будет в этих нейронах поглощаться наиболее сильно. Ну, что интересно со фтор-дезоксиоглюкозой, то что она, попав в клетку, в таком состоянии, не может ни метаболизироваться внутри клетки, ни выходить из нее. То есть, пока не произойдет распад, пока фтор в кислород не превратится, это вещество в клетках будет накапливаться. Поэтому, если мы захотим попросить, скажем, нашего пациента делать какие-то действия, которые будут приводить к повышенному метаболизму определенных нейронов, ну, например, сжимать и разжимать руку, то понятно, что нейроны моторной области коры, которые отвечают за эти группы мышц, за такие движения, будут наиболее активны, они будут потреблять гораздо большее количество этой фтор-дезоксиоглюкозы, она будет накапливаться в этой ткани, и если через, скажем, 20-30 минут мы теперь проведем такое сканирование, мы увидим в этих областях больший сигнал. Вместо того, какое задание дадим, ну, соответственно, сможем увидеть. Теперь, если у нас есть некая область, где этот сигнал накопился, и в ней будет происходить вот такой вот радиоактивный распад, то, как мы помним, в такой вот зоне вокруг нее, граничная зона свободного пробега, будет происходить, соответственно, и аннигиляция протона и электрона, и мы будем получать с вами два гамма-кванта. И эти гамма-кванты у нас по 180 градусов друг от друга находятся. Если у нас будет кольцо из детекторов, мы теперь можем регистрировать события, когда два детектора сработали одновременно. Ведь что это означает? Это означает, что где-то на линии между этими двумя детекторами произошло это событие. Если мы теперь несколько раз зарегистрируем такие события, да, вот еще два детектора у нас сработало одновременно, еще два детектора сработало одновременно, еще два детектора сработало одновременно, и теперь мы можем с вами провести между ними линии и сказать, что на самом деле вот место, где примерно произошло это событие. Поэтому карта, которую вы получаете в позитронном эмиссионной томографии, выглядит вот таким образом. На самом деле цвета здесь это псевдоцвета, что нам было проще воспринимать разницы по яркости. Напомню, что мы можем порядка 120 всего лишь разниц по яркости увидеть. Но если мы сюда добавим цвет, то конечно мы можем увидеть гораздо больше информации, потому что цветов мы можем увидеть уже больше миллиона. И вот таким образом получившееся изображение обладает не очень высоким разрешением за счет этого свободного пробега. Картинка из Википедии для красоты. В принципе мы с вами все, что здесь есть, уже описали. Давайте посмотрим. Вот есть блок, где человек как раз занимался установкой этого оборудования. Это как выглядит такой позитронно-эмиссионный томограф. Мы, правда, его видели уже с другой стороны, где была часть, которая относится к компьютерной томографии. А с этой стороны находится часть, которая имеет отношение к позитронно-эмиссионной томографии. Здесь находятся так называемые сцинтилляторы. Это вещество, которое начинает светиться, когда на него попадает винизирующее излучение, как раз тот самый гамма-квант. Вот умножители. Ну, собственно говоря, это то, что регистрирует у нас это событие аннигиляции. И понятно, что если здесь есть какой-то объект, зарегистрировано несколько одновременных событий. Вот можем сказать, что объект был здесь. И действительно, чаще всего все-таки позитронно-эмиссионную томографию пытаются делать не в виде одного прибора, а совмещают либо с МРТ, что более редко, либо то, что наиболее часто, с компьютерной томографией. Почему? Позитронно-эмиссионная томография нам дает только метку структуру, мы никакой не получаем. Нам всегда интересна локализация, где это происходит. А компьютерная томография дает нам прекрасную локализацию, где именно, в каких тканях это все происходило. Как выглядит позитронно-эмиссионный томограф без их дополнения? Как видите, достаточно небольшая машинка. Но самое главное, что нам нужно получать вот эти вот изотопы. Они достаточно короткоживущие, и нам нужно делать из них органические соединения. Поэтому, несмотря на то, что прибор не очень сложный и не очень дорогой сам по себе, к сожалению, он должен быть размещен рядом с источником, который может производить эти как раз изотопы. То есть, ну как минимум, циклотрон. И, собственно говоря, основная стоимость, основная сложность в том, какие-то приборы, это именно наличие рядом циклотрона. Метки, которые используются. Их, конечно, очень много, и все я перечислить не смогу. Про фтор, дезоксиоглюкозу я уже немножечко поговорил. И давайте еще раз просуммируем все сказанное. Как видите, здесь у нас фтор находится. В принципе, могут изотопы не только фтора использоваться. Но у фтора, посмотрите, достаточно большое время полураспада. 110 минут. То есть, его можно приготовить, скажем, там на день. И в течение дня работать. Другое же дело, если мы будем использовать, например, кислород 15, у которого 2 минуты. Ну, понятно, никаких соединений мы здесь создать не можем. Мы должны тогда этот кислород просто подавать для нашего объекта исследования, для поглощения напрямую. Другого варианта невозможно. Чем хороша именно фтор дезоксиоглюкоза? Похоже на глюкозу. Транспортируется так же, как глюкоза до клеток. Те клетки, которые потребляют глюкозу, будут потреблять и ее. Но, вы помните, следующий этап метаболизма, который нам необходим. Есть фермент. И этот фермент не может распознать вот такое изменение субстрата. То есть, клетки, которые дезоксиоглюкоза проходят. Если клетка требует большого количества энергии, много такое, в ДГ туда проходит. Но она дальше не метаболизируется. Ну и обратно она выйти тоже нет. У нее специфического транспортера в обратную сторону линии. И накопившись, дальше время от времени она распадается. Превращаясь просто в глюкозу, которую дальше наш организм может уже метаболизировать. То есть, таким образом эта метка в итоге все-таки расходуется. Время ожидания, то есть, время после введения этого вещества и получения результатов, примерно около часа. То есть, если вы хотите провести какой-то эксперимент, скажем, нейробиологический. И хотите понять, какая зона, скажем, коры более активна, то пошло. То ему придется в течение часа выполнять какое-то упражнение, чтобы именно в тех областях, которые должны при этом активироваться, поглотилось достаточное количество втородезоксиоглюкозы. Что, конечно, не очень удобно для каких-то функциональных исследований. Но имеет свое применение, потому что не только втородезоксиоглюкозу мы можем использовать. А, например, мы можем использовать различные агонисты или антагонисты рецепторов. Вот для дофамина раклоприд можно использовать, фолиприд можно использовать. В зависимости от того, какой изотоп здесь используется. И понятно, что если у нас есть антагонисты рецепторов, то мы увидим те места, где эти рецепторы мозги у нас находятся. Можем использовать транспортера какого-нибудь из интересующих нас медиаторов. Ну, например, вот транспортера серотонина. И, в принципе, мы можем теперь увидеть то место, где они расположены. Мы можем использовать какой-то субстрат, который дальше превращается в наш уже интересующее нас соединение. Ну, в данном случае, раз мы говорим о мозге, то, конечно, нас больше будут интересовать именно какие-то медиаторы. Ну, вот F-допа. Там, мы знаем, L-допа есть. То, что превращается дальше в дофамин. И понятно, что таким образом можем пометить практически все биохимические реакции. Если у нас будет меченый либо субстрат, либо антагонист рецептора, либо что-то еще, что взаимодействует с интересующими нас уже образованиями, мы можем получить распределение этой метки, либо ее производной, в тканях вот в таком макромасштабе. Ну, и пример картины, которые получаются. Я же говорил, что чаще всего используется все-таки не только позитронно-эмиссионная томография в чистом виде, а еще используется какой-то метод, который позволяет увидеть все-таки туру, который позволяет все-таки сориентироваться. То дальше мы можем получить вот такую гибридную картинку, где у нас с высоким разрешением достаточно тура. Ну, и с более низким разрешением есть теперь биохимическая составляющая, которая нас может интересовать. Ну, и, конечно, метод, который наиболее часто используется в биологии, который, правда, имеет такую очень интересную славу в связи с разными событиями, о которых я тоже расскажу, это ядерно-магнитно-резонансная томография. И не стоит пугаться слова «ядерная». Действительно, полное название именно такое. На чем основан этот метод? Дело в том, что если у нас с вами есть какое-то вещество, у которого для его ядра есть нескомпенсированный угловой момент, то есть спин. Как вы помните, у нас есть протоны, у нас есть нейтроны в ядре, и спин у них одна вторая, то есть не целый. Если у нас происходит вот такая ситуация, и, например, у нас есть водород, предположим, что у нас водород изотоп будет пускай единичка, и тогда у нас только протон будет, понятно, что спин у него ни с чем не спарен. Он у нас, словно говоря, голый, ничем не заэкранирован. И раз у него есть спин, то есть есть движение заряженного объекта, то он будет откликаться на воздействие магнитно-электрической составляющей. Никуда не деться. И если мы теперь поместим вот такое вещество в сильное внешнее магнитное поле, то у него окажутся два возможных состояния. Когда спин будет по магнитному полю, низкоэнергическое состояние наиболее выгодное, и когда спин будет против магнитного поля. Других вариантов, в принципе, быть не может. Они только так или так могут выстроиться, потому что, в принципе, это более стабильное состояние. Ну и понятно, что не все вещества будут обладать вот таким воздействием с внешним магнитным полем. Почему? Если у нас есть какие-то вещества, у которых в итоге общий спин ядра будет равен нулю, то что произойдет? У него не будет этого магнитного момента, и он не будет воздействовать ни с магнитным, ни с электрическим полем таким образом. К счастью для нас, большинство веществ, которые мы с вами будем использовать, в нашем организме будут обладать таким феноменом. Например, если мы говорим о водороде, то у нас в основном изотоп вот такой. И понятно, что он будет обладать этим феноменом. В итоге спин ядра не равен нулю. К сожалению, вот с дейтерием интересная история. У него, конечно, есть один протон, один нейтрон, но спин у него будет плюс один. То есть, в принципе, можно было бы с ним работать, хотя там есть другие ограничивающие факторы, и как раз таки он обычно используется как растворитель, который, скажем так, не проявляет этого феномена в долгой мере. Какие еще вещества, которые мы могли бы использовать? Ну, углерод С13, но его немножко. Азот можно было бы. Достаточно часто используют еще по фосфору. Здесь 100% изотопа у нас. Да, это такой элемент, который имеет только один стабильный изотоп, поэтому здесь все достаточно просто, и в природе как раз он встречается. Ну, конечно, если мы говорим о ядерном магнице-резонастомографии, в основном это будет водород, и в основном это будет его вот этот вот стабильный изотоп. Ну, и количество этих элементов возьмем, пускай будет тело человека, чтобы было удобно. Понятно, почему водород нам так удобен. Его много. Потому что если мы возьмем тот же самый фосфор, который мы могли бы использовать, и используется действительно в некоторых случаях, содержание в тканях гораздо меньше, чем этих элементов. Понятно, с кислородом тут есть такие проблемы. Многие картинки, схемы и объяснения, которые я буду приводить, в гораздо лучшем виде есть вот по этой ссылке. И там объяснение более полное. Если кто-то будет заниматься, я МРТ, я рекомендую использовать для ознакомления с этим феноменом. Как мы можем теперь использовать наличие спина для того, чтобы зарегистрировать вот этот, например, водород? Предположим, что у нас есть такое ядро нашего водорода. У нас есть некое сильное внешнее магнитное поле, в которое мы его поместили. И такой атом, вернее его ядро, в этом магнитном поле может занять, условно говоря, два наиболее выгодных положения. Параллельное и антипараллельное. Понятно, что одно из них будет обладать меньше энергии, и наиболее выгодно другое, больше энергии, потому что здесь запасена некая потенциальная энергия для того, чтобы он мог вернуться в такое состояние. Тем не менее, так как у ядра есть спин, вращение, у нас есть внешнее магнитное поле, то вот это ядро можно рассматривать как магнитный дипольчик. И за счет внутреннего вращения у него будет вот эта прецессия, так называемая. То есть вектор его магнитного поля во внешнем сильном магнитном поле будет вокруг него вращаться с определенной частотой, которая зависит, соответственно, от самого элемента. Это будет называться частотой лармора. Здесь В0 – это напряженность внешнего магнитного поля, которую мы приложили. Вот это гермагнитное соотношение, которое для каждого элемента свое. И если мы, например, возьмем ядро водорода, то частота лармора здесь будет вот так выражена – 4,5 на гаусс. Ну и в принципе, если мы возьмем напряженность поля достаточно большую, полтора Тесла – это 15 тысяч гауссов, то частота, которую мы с вами получим – около 63 МГц. Ну, кто еще радиоприемниками пользовался? 63 МГц – понятно, частота, которую радиоприемник может, в общем-то, воспринять. То есть, если мы возьмем с вами, скажем, 3 Тесла, это у нас получится 127 МГц. Ну, считайте FM-радио по частоте. Что для нас важно? Что эта частота, как видите, зависит от внешнего магнитного поля очень сильно и от самого элемента. То есть, мы можем теперь, если мы знаем, какое мы внешнее магнитное поле приложили, регистрировать только определенный элемент, если мы регистрируем только определенную частоту. Вопрос – как нам заставить этот элементу частоту все-таки излучать? Ведь, согласитесь, мы магнитное поле с вами внешнее поставили. У нас какое-то количество спинов переориентировалось в наиболее выгодное положение. Будет ли какое-то излучение от данного объекта значимое? Ну, конечно, какие-то спины будут менять свои положения. За счет того, что у нас есть все-таки температура некая, будет соотношение и таких, и таких, сигнал будет слабый. А нам бы хотелось, чтобы сигнал был большой. Как мы дальше увидим, при воздействии определенного радиочастотного импульса, мы можем заставить наш атома, вернее, даже не атома, а ядро его, поменять положение на вот такое антипараллельное. И, конечно, после такого воздействия они будут стремиться вернуться обратно в такое состояние, чтобы соотношение параллельных-антипараллельных было такое, как обычно в норме. Что это означает? Это означает, что для каждого из этих состояний, если у нас внешнее магнитное поле равно нулю, то и энергия между этими состояниями никак не различается. Что они так расположены, что так, что так, разницы никакой. Теперь мы с вами увеличиваем силу магнитного поля. Один Тесла, три Тесла и так далее. Чем больше наше внешнее магнитное поле, тем больше вот эта вот разница энергии между таким и таким положением. И, соответственно, тем получается больше и вот эта частота, которую мы с вами можем получать, либо которую мы можем использовать для переориентации. Что нужно сразу же здесь отметить из такого важного момента, то, что так как у нас есть все-таки некая температура, это не абсолютный ноль, для живых объектов, понятно, то у нас будут встречаться оба положения. У нас нет никакого магнитного поля. У нас есть какое-то магнитное поле. Сколько-то там Тесла. Но, как видите, в таком случае у нас остается только параллельное и антипараллельное состояние, но они каким-то образом распределены. И можно оценить количество параллельно и антипараллельно ориентированных, в данном случае, ядер. И помощи вот такого вот описания. С физикой знакомо, распределение, в принципе, здесь знакомо. То давайте посмотрим, если у нас будет комнатная температура, достаточно такой среднепольный томограф полтора Тесла, то соотношение параллельно к антипараллельно ориентированным ядрам у нас будет вот такое. Сто тысяч к сто тысяч и шести. С другой стороны, согласитесь, атомов у нас достаточно много. И даже вот эта вот небольшая разница, где только шестерка в конце, в принципе, даст нам в итоге достаточное количество ядер, которые мы можем, в принципе, использовать в дальнейшем. То есть, когда мы с вами дальше будем говорить о том, что у нас переориентировались они параллельно и антипараллельно, нужно понимать, что мы говорим о небольшой лишь части этих ядер. Ну, а теперь, каким образом все-таки можем зарегистрировать это событие? Дело в том, что, как мы говорили, если мы будем с вами регистрировать переворот нашего спина из одного состояния в другое, из параллельного в антипараллельное, то он происходит либо с поглощением, либо с потерей энергии. Откуда эта энергия может взяться? Только откуда-то извне. Если потеря энергии, то все понятно. Можно излучить это в виде электромагнитного как раз спектра. Ну, и мы с вами говорили про вот эту частоту Лармора. Для полутора Тесла, для водорода это было 63,8 с небольшим МГц. Но если мы теперь будем подавать ту же самую частоту, 63,8 с небольшим МГц, на наш объект, где есть кадр водорода, мы их будем переворачивать с вами в антипараллельное положение. И они будут пытаться вернуться обратно в параллельное положение, опять же, испуская эту же частоту. То есть, почему этот феномен называется феноменом именно резонанс? У вас есть, например, стакан воды, который вы поместили в мощный магнит. Вы на него подаете радиочастоту 63,8 с чем-то там МГц. Вы радиочастоту выключили, а ваше вещество теперь его некоторое время излучает. И более того, на этой частоте это вещество будет поглощать эти радиоволны. То есть, если вы теперь сможете менять частоту, например, вы увидите, что ваш этот стакан воды не поглощает 40 МГц, не поглощает 50, не поглощает 60, не поглощает 63, а 63,85 начинает поглощать. Дальше идете, например, 70, 80, 90, опять не поглощает. Понятно, почему это теперь будет называться резонансом. Вы подаете какую-то радиочастоту, и через некоторое время ваше вещество его в течение какого-то времени переизлучает. Нижняя картинка как раз это и показывает, пока мы подаем эту частоту, у нас спина меняется туда-сюда. И в какой-то момент времени у нас, в принципе, можем сделать, рассчитать, сколько мы подадим энергии, так, чтобы большинство из них было переориентировано, скажем, антипараллельно. И вот эту частоту лармора, если мы теперь посмотрим, мы можем использовать себе на благо вот таким образом. Гермомагнитное состояние у нас оказалось для каждого атома, оно константно. Наша частота, наше внешнее магнитное поле. И теперь мы можем этот феномен получить, меняя либо частоту, либо напряженность магнитного поля. Два графика. Здесь в первом случае мы с вами меняем именно частоту. И где-то у нас это магнитное поле. И только на определенном положении у нас возможно поглощение или, соответственно, испускание с определенной частотой. Либо мы меняем с вами частоту, и тогда только на определенном магнитном поле, на определенном напряженности возможно это состояние. Что это означает? А что, если мы сейчас с вами наш же стакан, скажем, этой воды, вместим в достаточно сильное магнитное поле, но у него будет градиент. Вот, скажем, здесь будет магнитное поле больше. Скажем, пускай там 5 Тесла. Здесь будет единичка. И подадим сюда, например, какую-то частоту. Ну, предположим, мы говорили, что 63 и 85 это для полутора Тесла. Давайте сделаем, пускай будет там 63 Гц. Как вы считаете, весь листакан воды теперь будет способен вот к такому феномену? Давайте думать, если у нас есть вот такое вот уравнение, где у нас есть вот это внешнее магнитное поле и частота. Они взаимосвязаны, пускай вот это – это константа. Она никуда меняться не может. То вот эти должны иметь вот такую взаимосвязь. То есть для этого атома, для водорода у нас должно вот это соблюдаться. Если у нас B переменная, где-то больше, где-то меньше, то только в каком-то слое этой воды, в этом стакане, там, где вот эта частота будет в этом уравнении подходить, чтобы оно выполнялось, будет происходить этот феномен. То есть если у нас, скажем, не стакан, а, например, не знаю, какое-то пластиковое что-нибудь, пускай мы, например, стакан переориентируем в такой плоскости, и в нем еще будет что-то лежать, не содержащее, скажем, водорода, то дальше, меняя либо частоту, либо вот это поле, мы можем этот феномен наблюдать только здесь, 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 здесь или здесь. То есть делать, условно говоря, такие срезы. То есть не весь объем нашего образца будет способен теперь поглощать такую частоту или спускать ее, а только какая-то часть этого образца. Собственно говоря, вот то, что самое важное в этом как раз моменте. Ну и теперь то, что нам нужно будет обсудить, это как мы можем это зарегистрировать. Ну, прежде всего, если у нас теперь есть набор из многих, 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 многих атомов, у нас есть эти ядра, многие из них ориентировались, соответственно, антипараллельно, какие-то, соответственно, параллельно, то мы теперь можем сделать с каждым из этих ядер следующее. Дело в том, что это некое дополнительное магнитное поле. И так как это величина векторная, мы можем ее сложить и сказать, что теперь для этого участка вот результирующий вектор. Понятно, что так как эти ядра прецессируют, этот вектор тоже будет крутиться. Теперь какие-то из них будут возвращаться обратно, и, соответственно, они должны будут испускать при этом электромагнитный импульс. Если мы теперь разместим здесь катушку, просто из проволоки, и будем регистрировать наведенный в ней ток, вы помните, что если у нас есть изменение магнитного поля, то в проводнике будет возникать ток. То мы с вами увидим вот такую картинку. Здесь у нас, скажем, максимальное количество наших атомов было ориентировано антипараллельно. Мы, скажем, при помощи радиочастоты их перевели в такое состояние, ее выключили, и теперь наблюдаем вот такую затухающую картинку. Частота та же самая, которая и была, она не изменилась, но ее амплитуда со временем, естественно, меняется. То есть до этого мы подали, скажем, радиочастотный импульс возбуждающий, подавали много, у нас вещество поглощало. Здесь перестали подавать, и теперь регистрируем эту катушку. Что происходит с точно такой же частотой? Как видите, у нас начинает этот сигнал еще некоторое время идти и спадать. Почему? Собственно говоря, это и есть магнитно-ядерный резонанс. Это будет называться свободным затуханием индукции. Ну и, соответственно, величина сигнала у нас будет зависеть от некоторых параметров. Во-первых, она будет зависеть от количества ядер. Чем их больше, тем, конечно, вот эта амплитуда будет выше. Ну и второе, оно будет зависеть от так называемого времени релаксации. Сколько времени эти ядра будут находиться вот в таком антипараллельном состоянии. Насколько легко им из этого антипараллельного состояния уйти. Ну и давайте посмотрим, как они могут из этого состояния уходить. Ну, первое, они могут действительно из параллельного антипараллельного возвращаться. Вот таким образом. И тогда анамагниченность по Z, вот по этой оси, у нас будет падать. Второе, что возможно, это чуть более интересный момент. Мы с вами говорили, что частота зависит от внешнего магнитного поля. Теперь представьте, что у нас есть некое органическое вещество. Какое-нибудь вот такое. Или, пускай даже будет, пускай даже вот такое. То вопрос, который я могу задать. А одинаковое или магнитное поле будет вот для этого атома водорода и вот для этого атома водорода. А если нет, то что будет менять это магнитное поле? Как вы считаете? Соответственно, одинаковое ли будет магнитное поле, то есть одинаковое ли будет влияние или расстояние между вот этими указанными здесь атомами водорода. Вот этим, вот этим и, скажем, вот этим. Или они будут различаться. Естественно, они будут различаться, поскольку расстояние хотя бы между ними разное. Ну, понятно, что на самом деле мы можем говорить о том, что у нас есть еще элементы, которые, условно говоря, могут быть парой или диамагнетиками, поместив их в магнитное поле, они будут его тоже искажать. Но вот эти сами по себе тоже, условно говоря, такие микромагнитики. Если мы теперь просто посмотрим расстояние между ними, увидим, что каждый из них будет, кроме внешнего большого магнитного поля какого-то, вот этого нашего B0, сильного, испытывать еще какое-то воздействие от своих соседей. Этот будет испытывать сильное воздействие от этого и от этого, слабое – вот от этого. Этот будет испытывать слабое воздействие от всей этой троицы, ну, плюс еще кислород болтается. То есть получается, что для каждого из них, если мы теперь опять перерисуем нашу формулу с частотой лармора, мы помним, что гермогнитное состояние константно, дальше у нас была с вами частота, и вот это B0. То теперь это B0 плюс некое B вот от этих вот водородов. Правильно? И для каждого из отдельных вот этих водородов вот это B0 плюс B от его соседей будет различаться. То есть если мы теперь смогли бы, например, посмотреть, какие частоты будут излучаться вот от такого вещества, то мы с вами увидели, что в зависимости от положения водородов здесь, частота, на которой они будут излучать, будет немножко различаться. И в принципе вот этот феномен стоит за исследованиями как раз EAMR в химии, когда вы теперь можете за счет положения между этими группами при получении такого спектра, где здесь у вас будет частота, сказать, собственно говоря, вот это вот положение между ними. Что это будет означать для нас? Давайте мы это теперь все сотрем. Пока мы говорили о том, что намагниченность у нас может вот эта продольная меняться. У нас могут многие из наших параллельных и антипараллельных, соответственно, переходить в параллельное состояние, в наименее энергетически, соответственно, сильное, то есть наиболее выгодное с точки зрения равновесия. Но предположим, что мы, наше вещество, условно говоря, возбудили и переместили вот этот спин в нервно-мясное состояние вот сюда, из которого она будет стараться вернуться либо в параллельное, либо в антипараллельное состояние. Это состояние неустойчиво. Эту пирамиду вы поставили на ее острую верхушку, и она должна либо туда, либо туда перевернуться. Она не может в таком состоянии долго стоять. Точно так же будет происходить прицессии, они будут вращаться. Но теперь представьте, давайте мы координаты эти чуть перевернем. У нас здесь x, y, соответственно, вот это вот у нас тоже будет x, y. И вначале у нас все наши атомы, все наши ядра вращаются одинаково. Частоты у них, предположим, после того, как мы с вами такой поворот сделали, может немножечко различаются. Но в самом начале, так как они различаются очень не сильно, они примерно одинаковые. И у нас много таких ядер. Вот они вращаются вместе. И мы можем получить с них сигнал. Что произойдет через некоторое время? То, что называется рассинхронизацией. То есть, мы говорили, что у нас каждый из этих водородов испытывает немножечко разное магнитное поле. И предположим, через какое-то количество миллисекунд мы увидим, что у одного вот такое положение, у второго вот такое, у третьего вот такое, у четвертого вот такое. Но понятно, что наблюдаем мы общее магнитное поле. Или в данном случае, если мы говорим о радиочастотном излучении, да, мы наблюдаем его вместе. И что это означает? Это означает, что эти векторные величины мы должны сложить. И результирующий вектор у нас будет вот такой маленький. Давайте теперь еще некоторое время с вами подождем. И можем получить вот такую картинку. Результирующий вектор вообще равен нулю. Да, если мы все это сложим, у нас ничего не останется. То есть у нас не все наши атомы вернулись в такое положение обратно. Но сигнала мы уже получить с вами никакого не сможем. Потому что они все оказались рассинхронизированы. Значит, у нас получается, что есть два механизма, при помощи которых мы вот эту намагниченность можем потерять. И это называем продольная и поперечная намагниченность. Давайте к этому теперь вернемся. То есть у нас после того, как мы будем переводить в неравесное состояние наши ядра водорода, они будут стремиться к этому равновесному состоянию, описанному определенной статистикой, вернуться. И естественно, возвращаясь, они будут терять некоторую энергию, то есть ее излучать. И это релаксация, возвращение к состоянию, может быть описано двумя вещами. Первое, это действительно продольная релаксация, то есть возвращение к такому состоянию. А второе, это невозможность нам зарегистрировать это изменение за счет уменьшения компонента намагниченности в х и у. Потому что каждый из этих отдельных атомов будет испытывать немножечко разное внешнее магнитное поле. Ну и соответственно получается, что у нас есть два процесса, которые нам могут быть интересны. Это условно говоря Т1, это продольная, или спин решеточная, еще по-другому называется релаксация. То есть это переориентация спинов вдоль внешнего магнитного поля, это ось Z, о которой мы говорили. И это так называемая поперечная, или спин-спиновая релаксация, и это время Т2, это уменьшение компонента x, y. Давайте попробуем подумать, что каждый компонент может отражать. Предположим, что мы с вами получаем изображение какое-то с нашего томографа, пока не будем говорить как. Контрастность которого зависит от Т1, от продольной, от спин решеточной релаксации. Как вы думаете, что будет влиять на возможность такой релаксации? Если у вас есть какая-то, скажем, кристаллическая решетка, или если у вас есть газ, то будет ли здесь у них одинаковое в это время Т1, учитывая, что будет абсолютно то же самое, скажем, вещество? Или оно будет различаться? И почему? Взаимодействие между ними. Насколько им легко вернуться в это состояние, не ориентируясь на своих соседей. То есть, в принципе, условно говоря, Т1, это, можно сказать, физики меня, конечно, сильно поругают, такая, скажем, микровязкость. И картинки, которые вы привыкли видеть как раз в МРТ, где у вас, скажем, воздух и жидкость черная, а какие-нибудь там ткани, в которых есть большое количество жиров, в которых эти атомы водорода связаны друг с другом, она обладает каким-то небольшим сигналом, который видно серым. То есть, вот это вот наша Т1. Это, условно говоря, микровязкость. А Т2 от чего будет зависеть, большое или маленькое? Раз мы говорили, что Т2 это поперечный компонент, это XY компонент, и мы с вами говорили, что если у вещества есть водороды, которые испытывают разное воздействие от своего окружения, то это время будет короче, они будут быстрее входить из состояния, когда мы их можем зарегистрировать. Таким образом, Т2 что будет отражать? Попробуем нарисовать, вот, пускай будет каких-то два, например, варианта. У нас будет такая молекула. И у нас будет какая-нибудь, например, такая. А количество ли? Давайте еще раз посмотрим. Здесь мы можем их различить между собой как-то? В одинаковом состоянии. Абсолютно верно. Поэтому они все будут испытывать друг от друга примерно одинаковое изменение внешнего магнитного поля. И здесь синхронизация большой происходить не будет. А здесь? В разных. Плюс еще у нас здесь кислород есть. Соответственно, вот это вещество будет дольше находиться в состоянии, когда мы можем зарегистрировать от него сигнал Т2. Вот это быстрее будет терять этот сигнал. То есть, Т2 это, условно говоря, химический состав, некий, нашего вещества. Понятно. Ну, и давайте теперь тогда посмотрим чуть-чуть более подробно про каждый из этих времен. Т1, если мы говорим, например, о мозге, выглядит вот так. Посмотрите. Цереброспинальная жидкость черная. Если есть где-то воздушные полости, они тоже черные. Кости светлые. Ну, и белое-серое вещество. Действительно, белое вещество более белое, серое более серое. Тут все как бы нормально. Время, на котором мы можем увидеть максимальный сигнал от каждой ткани, здесь приведено. Это, соответственно, для цереброспинальной жидкости очень долгое время. Почему мы на коротких временах регистрации ничего и не увидим. Для серого вещества, как видите, оно поближе. Для белого вещества оно еще меньше. Ну, для кости совсем маленькое. Поэтому, если мы будем регистрировать с вами, например, сигнал где-нибудь на 780 миллисекундах, от белого вещества у нас будет достаточно много сигнала, от серого вещества поменьше. От цереброспинальной жидкости практически ничего, от кости достаточно много. То есть, времена этой релаксации зависят от того, что у нас за ткань находится. Ну, и, как мы говорили, условно говоря, микровязкость. Чем более жидкое подвижное вещество, тем меньше сигнала на взвешенном по времени Т1 изображении мы с вами увидим. Ну, и изображение Т2 немножечко по-другому выглядит. Оно выглядит вот так. Посмотрите, здесь как раз вещество, цереброспинальная жидкость, она светлая. Белое и серое вещества поменялись местами. Серое вещество у нас теперь ярче, белое вещество темнее. Ну, и это отражает некий, скажем так, химический состав, то есть, некие внутренние взаимодействия, структурное взаимодействие внутри уже молекул. Давайте посмотрим, как мы теперь можем получить не просто вот эти времена для одной точки, а некоторое изображение. Понятно, что вариантов получения изображения на самом деле существует несколько. Я буду рассказывать только об одной последовательности. Мы с вами будем смотреть спин-эхо-последовательность, так называемую. И задача у нас это закодировать положение каждой точки в нашем изображении. Предположим, что у нас объемный объект. И мы хотим включить возможность внутри этого объекта для каждой точки иметь координаты x, y и z. С координатой z все достаточно просто. Ведь если мы поместим наш объект в некоторый градиент магнитного поля, то только какая-то часть этого объекта для данной частоты, которую мы будем использовать, будет обладать феноменом этого ядерного магнитного резонанса. То есть, если при подаче возбуждающего импульса мы включим кроме магнитного поля некоторый градиент, скажем, здесь будет магнитное поле больше, здесь, скажем, меньше. Таким образом. То только какая-то напряженность магнитного поля для этой частоты будет соответствовать нашей частоте лармора. И вот мы получили возможность теперь регистрировать только срез. То есть, первую задачу мы с вами решили. Мы теперь имеем из всего нашего объема только некоторый срез, который, в принципе, возбужден и который мы можем увидеть. Это наши координаты z. У нас осталась проблема решить еще координаты x и y. В принципе, мы могли бы ее решать примерно так же. Мы могли бы тоже включать некий градиент магнитного поля и дальше регистрировать с вами для каждой точки по этому градиенту немножечко разную частоту. Предположим, у нас есть вот эти наши ядра. И мы регистрируем от них сигнал, если у нас магнитное поле, в котором они размещены, наше b нулевое, гомогенное абсолютно. Что мы с вами получим? Мы с вами получим, если здесь у нас будет частота, только один пик. Они у нас все одинаковенькие, в одинаковых условиях. А если мы теперь с вами сделаем градиент этого поля, у нас будет это b нулевое, не гомогенное, то мы с вами получим теперь набор. Для этого ядра это будет вот такое, для этого вот такое, для этого вот такое. И, по сути дела, теперь у нас частота закодировала вот это положение. То есть, как видите, еще одну координату, в принципе, можем с вами достаточно легко решить. Нам осталось, как быть с третьей координатой. Здесь немножечко сложнее. Это так называемый фазокодирующий градиент. В двух словах я это объясню. Это в зачете не будет, но для общего понимания, конечно же, необходимо. Предположим, мы с вами возбудили вот эти три наших, словно говоря, ядра. И после возбуждения они все в одной и той же фазе, с одной и той же частотой, прецессируют, вращаются. Мы включили некоторый градиент нашего магнитного поля и через некоторое время его выключили. В итоге частота, которую мы с вами будем регистрировать, вот этих трех ядер одна и та же, видите, она не различается. Они крутятся с одной и той же скоростью. Но фаза у нас поменялась. Здесь они все были в одной и той же фазе. Здесь, посмотрите, они вращаются теперь в разной фазе. И теперь получается, что можем закодировать x при помощи частоты, y при помощи фазы и z при помощи нашего вот этого градиента по, скажем, z. Мы получили возможность теперь для каждой точки нашего препарата включить эту информацию. Ну и опять же напомню, первое, это у нас градиент, который срез укажет. Второе, предположим, что мы теперь в двухмерном уже будем работать изображение. Мы только один срез с вами видим. После возбуждения 90-градусного радиочастотного импульса мы получили вот такую картинку. Они все вращаются совершенно одинаковой частотой, одинаковой фазой. Мы включили фазовый градиент. Какие-то вращаются быстрее, какие-то медленнее. Мы фазовый градиент выключили. Частоты у них теперь у всех одинаковые, но фазы, как видите, различаются. Мы получили одну из координат по фазе. И теперь мы включили с вами в другом направлении. Это было в этом направлении. Скажем, пускай это будет x. Это будет в этом направлении. Пускай, скажем, будет y. Мы включили теперь еще один градиент. И теперь у нас для каждой точки будет различаться и частота, и фаза. И мы можем, в принципе, для каждой точки теперь сказать, что у этой такая-то частота, такая-то фаза, у этой такая-то частота, такая-то фаза и так далее. То есть мы получили возможность восстановить из этого изображения. Более подробно, с красивыми картинками, можно посмотреть здесь. Ну и давайте теперь сделаем некую последовательность, временную событий, чтобы нам получить изображение с нашего фаза. Нам нужно. Нам нужно на самом деле следующее. Поместили наш образец в гомогенное внешнее магнитное поле B0. Включили градиент, который нам по Z закодирует. И подали этот 90-градусный радиочастотный импульс, который теперь только в этом срезе из нашего образца создал вот такое нерамесное состояние из параллельно-антипараллельно-этиленовых спинов. Дальше мы можем подавать градиент, кодирующий фазу. У нас это было с вами, если не ошибаюсь, Y. И теперь, когда мы собираемся считывать сигнал, на это время включаем градиент, кодирующий частоту. Скажем, X. И видим вот это вот затухание. Таким образом, меняя вот этот градиент, снимая несколько раз с разным фазовым градиентом, мы можем получить набор изображений. Каждый раз это у нас изменение координаты по Y. Скажем, отсканировать наше изображение. Хорошо, получили мы с вами такой набор. Вот наше некое поле, где мы ищем наш объект. Вот набор сигналов, которые мы получили с разными градиентами фазовыми. И теперь посмотрите по одной из координат. Это у нас частота. Частоту мы с вами можем очень легко определить. Преобразование в фурие нам как раз для этой синусоида, этой синусоида, ничто иное, даст эту координату. Вот где оно есть. Теперь у нас есть здесь разная амплитуда. И мы, в принципе, можем с вами это нарисовать. И опять же можем сделать и для нее преобразование в фурие. И это уже будет как раз наша фаза. И вот мы получили положение нашей исходной точки. Понятно, что если точек больше, картинка становится несколько сложнее. И так вручную может. Разобраться с этим не можем. Вот у нас, скажем, две точки. Видите, две частоты, поэтому картинка стала чуть сложнее. Но преобразование в фурие нам дает всего лишь две частоты в этом сигнале. Базовые градиенты, которые мы здесь подавали. Вот они у нас таким образом расположены. Опять же с них смотрим теперь частоту. Вот у нас получается восстановление наших двух точек, их положение в объеме. Таким образом, в принципе, для того, чтобы наш томограф мог работать, нам нужна возможность создания градиентов в нашем магнитном поле. Ну и давайте еще раз посмотрим на вот эти два процесса. Т1 и Т2. Т1, мы уже говорили, это намагниченность по оси Z. И, конечно, когда мы ее немножечко уменьшили, у нас появились антипараллельные спины, со временем он будет возвращаться обратно к равновесному вот этому магничному состоянию. Ну и так как этот процесс, он симпатически стремится к равновесному состоянию, но никогда к нему не придет, как всегда, мы берем некое время, в данном случае, конечно, не половину от него, а 63%, с тарифом проще работать, которое мы будем называть как раз временем Т1. Т2, как вы помните, это как раз рассинхронизация этих спинов, за счет того, что на себе еще некоторое дополнительное воздействие от соседних испытывают. И здесь намагниченность в XY, она будет, естественно, от максимальной падать. И точно так же мы можем сами взять тоже некую точку, так как она падать будет бесконечно долго, то нам нужно тоже какую-то точку взять, которую будем отчитывать. И вот это вот как раз и будет нашим временем Т1 и временем Т2, которые мы могли бы с вами зарегистрировать. Теперь вопрос. На первой картинке мы с вами объяснили, каким образом мы можем зарегистрировать вообще этот феномен. У нас есть два времени релаксации. Нам бы хотелось каждое из этих времен зарегистрировать независимо, потому что каждый из них несет важную информацию. Т1 о анатомической структуре, Т2 о разнице химического состава. И, например, при некоторых изменениях мы можем не увидеть никакого изменения анатомической структуры, но, например, какие-то группы клеток могут немножечко изменить, например, количество какого-то вещества в себе, которое будет отражаться как раз уже на Т2. Проблема, которая у нас была, что Т2 сигнал у нас очень быстро теряется. У нас с вами происходит расинхронизация их, ну и, соответственно, дальше мы ничего с вами не получаем уже в виде сигнала. Что мы можем сделать? Дело в том, что мы можем подавать радиочастотный импульс чуть дольше, так, чтобы они могли перевернуть наши спины не на 90 градусов, а на 180. Что происходит? Мы с вами радиочастотным импульсом 90 градусным переворачиваем его сюда, у нас начинается прецессия. Дальше за счет того, что у нас испытывают разное воздействие эти водороды, у нас происходит здесь, как видите, рассинхронизация их. Но мы можем использовать 180 градусный импульс, чтобы их перевернуть. А теперь ситуация примерно следующая. Представьте, что вы возьмете людей, которые с разной скоростью могут бегать. Не знаю, там чемпиона мира по бегу, какого-нибудь хорошо подготовленного спортсмена, среднего человека, школьника, скажем, человек, который может медленно передвигаться, ну и, например, не знаю, нового младенца, который передвигается на четвереньках. Понятно, что скорость движения у них разная. А теперь давайте сделаем следующее. Мы даем некоторое время двигаться по одному направлению, а потом заставляем их двигаться обратно, то есть разворачиваем их на 180 градусов. Как вы считаете, в исходную точку они придут в одно и то же время или в разное, вот после такого разворота на 180 градусов через какое-то время. Но предположим, у нас спортсмен пробежал вот столько. Предположим, что у нас там средний человек вот столько. Предположим, что наш младенец прополз вот столько. И это все было за какое-то определенное время. Теперь мы с вами их поворачиваем на 180 градусов. И точно такое же время даем им бежать. Спортсмен пробежит за это время столько же, средний человек пробежит столько же, да, младенец столько же. И вот в это место они опять придут все вместе. В одно и то же время здесь окажутся. То же самое и здесь. Если мы подали этот 180 градусный импульс, то через некоторое время, вот мы его здесь подали, да, равные промежутки, мы получим эхо. Причем оно будет нарастать, потому что они все более и более и более будут в фазе. И дальше оно начнет опять спадать. Таким образом, мы можем с вами зарегистрировать при помощи этой последовательности сразу же. И намагниченность по Z и намагниченность по XY. Каким образом? Да очень просто. У нас есть с вами спад свободной индукции, да, это время T2. Насколько быстро это, ну, на самом деле, T2 звездочка, если говорить. Ну, а теперь, если мы нарисуем это все более подробно, у нас есть с вами вот этот первый спад свободной индукции, у нас есть наше эхо. Чего эхо? Мы можем нарисовать огибающую. И вот наше время T1. Таким образом, мы можем получить вот при такой последовательности сразу же и время T1, и время T2. Давайте посмотрим, как эта спин эхо последовательность будет работать. Ну, изображение, которое мы можем получить, понятно, оно может быть и трехмерное. Здесь у нас был градиент выбора среза, у нас был фазовый градиент и частотный градиент, когда мы считывали. Что мы изменили? Мы включили еще раз градиент выбора среза, когда подавали 180-градусный импульс, чтобы именно этот же кусочек по Z использовать. И получили при включении опять градиента нашего кодирующего частоту вот это эхо. В принципе, можем дальше через некоторое время, если хотим, повторить ту же самую последовательность еще раз, еще раз, еще раз, меняя, например, градиент по Z. Таким образом, получая следующий, 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 следующий срез. Таким образом, эта спин эхо последовательность позволяет нам получить и T1, и T2. Ну, как вы понимаете, ткани могут различаться не только по своей условной микровязкости, но и по химическому составу, поэтому мы можем получить гораздо больше информации. И если говорить о каких-то методах, например, там, не знаю, КТ, как о старом черно-белом телевизоре, то МРТ, у которого контраст может зависеть от очень большого количества параметров, не только T1 и T2. Это такой цветной телевизор, да еще со звуком, да еще и стерео. Давайте менять время, повтора, то есть через какое время мы эту последовательность еще раз будем с вами получать, и время эхо. И посмотрим, какие картинки у нас будут получаться при разных временах. Смотрите, у нас есть две картинки, я их отмечу, а вы скажете, на что они похожи. Вот эта картинка и вот эта вот картинка. Помните, мы с вами говорили о времени T1 и T2. Какая из картинок на какое время, на какое взвешенное по времени изображение больше похожа? Какая из них больше похожа на T1, какая из них больше похожа на T2? Верхняя на что больше похожа? Да, все верно, нижняя на T1. То есть, как видите, в зависимости от того, какие параметры мы для этой последовательности используем, мы можем контраст поставить в разную зависимость. Ну и кроме этого, можем получать какие-то дополнительные картинки, например, вот такие вот картинки, где мы можем видеть немножечко другое изображение. Ну и, например, можем видеть просто плотное расположение, например, протона. Насколько много там водородов вообще у нас есть. Опять же, более подробно, ссылка, если кого заинтересует, можно с этим разобраться. T1 условно микровязкость вещества, T2 условно химический состав, но на самом деле некие внутренние взаимодействия внутри молекул. И то, и то используется. Давайте посмотрим теперь на компоненты такого ядерно-магниторезонансного томографа. И нам нужно что-то, что создает очень мощное внешнее гомогенное магнитное поле. Чаще всего это сверхпроводящие магниты, поэтому здесь есть и жидкий азот, и жидкие гели для охлаждения. Но это не так важно. Нам нужно просто создать гомогенное сильное магнитное поле. Чем у нас создается? Это второй вопрос. Теперь нам нужны катушки дополнительные, градиентные, которые смогут создавать градиент поля по Z, по X и по Y. Как вы помните, за счет этого мы можем закодировать каждую точку нашего объемного же образца. Нам, естественно, нужен некий стол, который позволит наш образец двигать при необходимости, потому что градиенты небольшие. Если мы сканировали какую-то одну часть, хотим следующую часть отсканировать, ну, конечно, придется. И нам нужен теперь некая антенна, она здесь обозначена, которая будет использоваться для подачи наших 90-градусных, 180-градусных импульсов, и для регистрации вот этого нашего спада свободной индукции и эхо, через пин эхо последовательности. Это все устройство томографа. Самая дорогая часть – это, конечно же, магнит. Все остальное сильно дешевле и проще в использовании. Вот эти катушки, дающие градиенты, имеет смысл делать небольшими, потому что чем они больше, тем больше токи через них придется проходить, тем хуже будет изображение. Поэтому, например, для головы вот такая катушка, по-английски называется birdcage, клетка для птички, она позволяет также делать и визуальную стимуляцию. Здесь стоит зеркальце, ну, и человек может видеть все, что находится там. То есть можно, в принципе, проводить какие-то опыты, в том числе и со зрением. Есть вот такие медицинские открытые томографы, но в биологии они не применяются, потому что эти томографы с очень небольшим магнитным полем и, соответственно, имеют ограниченное применение для экспериментальных исследований. Конечно же, в принципе, если мы хотим посмотреть изменение частоты для какого-то участка для каждого из наших водородов, мы с вами говорили, что если у нас какая-то несимметричная молекула, то каждый из водородов будет испытывать немножко свое магнитное поле. Здесь будет одно магнитное поле, здесь будет второе, здесь будет третье, здесь будет четвертое и так далее. И, в принципе, тогда как у нас есть частоты лармора, они будут немножко различаться. И, по идее, можно в некоторых случаях, если это какое-то большое изменение, даже примерно сказать, какое-то вещество могло быть. Но, к сожалению, это очень примерно, только если такого вещества много. Поэтому, конечно, магнитно-резонансная спектроскопия на биологических объектах используется редко. Если же это будет у вас какой-то экстракт, выделите какое-то вещество, тогда IMR, или NMR, если писать по-английски, можно использовать для определения именно химической структуры вещества. Ну и, конечно же, дальнейшее развитие IMR привело к появлению еще нескольких интересных методов. Один из методов позволяет поставить контраст, который вы получаете в изображении, в зависимости от диффузии. То есть вы можете при помощи него определить, в каком направлении, x, y, z, или промежуточное между ними, происходит в основном диффузия жидкости воды. Теперь понятно, что если у вас, скажем, есть какой-то пучок, например, аксонов, то диффузия в этом направлении будет достаточно легко идти. В этом направлении она сильно ограничена, во-первых, самим псиаксоном, во-вторых, мелиновой оболочкой. Ну и если вы теперь смогли контраст вашего изображения поставить в зависимости от диффузии, вы можете моделировать, а как бы могли проходить тракты, чтобы такая диффузия действительно в эту модель вписывалась. Ну вот пример диффузионно-тензорной МРТ, который позволяет увидеть проводящие пути. Здесь видно и мозолистое тело, вот оно идет, и свод виден, и мозжечок виден, и, в принципе, вот мост, да, как это должно было бы. Можно таким образом визуализировать вот такие структуры. Как я уже говорил, IMRT это такой цветной стереотелевизор со звуком, в отличие от других методов. Контраст можно поставить в зависимости от очень-очень большого количества совершенно разных условий. Ну и, конечно же, говоря о МРТ, обязательно нужно упомянуть функциональное МРТ, или так называемый болт МРТ. Что это такое? Дело в том, что мозг у нас с вами, когда какая-то часть этой ткани работает более активно, нуждается и в большем количестве как кислорода, так и питательного вещества. Ну, питательное вещество, есть одно у нас, глюкоза. Кровь, в зависимости от того, является ли она восстановленной или окисленной, есть ли у нее кислород, или уже нет, но будет различаться по параметру Т2. Кислород, на самом деле, парамагнитное вещество при определенных степенях окисления. Это означает, что он будет изменять магнитное поле для этой молекулы. И водороды в составе нее будут обладать большим или меньшим Т2, в зависимости от степени окисленности или восстановленной. Смотрите, микровязкость крови у нас не меняется, кислород не восстановленная, а вот Т2, химическая составляющая, здесь уже меняется заметно. Таким образом, нейроны, собственно, запаса питательных веществ не имеют, когда они начинают работать, то же самое потенциал действия формируется, процесс активный энергиям откуда-то нужно брать. И, естественно, эта энергия им обеспечивается за счет увеличения кровотока. этот кровоток мы с вами можем увидеть за счет как раз времени Т2 и косвенно говорить о том, что какая-то область мозга в данном случае активировалась. Конечно, сигнал очень слабый, очень много шума, поэтому здесь нужна статистика большая, что, в общем-то, осложняет этот метод, приводит ко многим очень интересным артефактам. Если будет интересно, то в следующем году у нас для ацетологов будет как раз курс по методам нейробиологии, где это будет более подробно рассмотрено. Пока нужно запомнить, что метод функциональный МРТ это такой метод статистически основанный на большой именно математической обработке данных. Сигнала вот такого красивого сразу вы не увидите. То, что вы видите вот на таких картах очень высокого разрешения, это уже обработка этих данных. ну и сам по себе гемодинамический ответ ГДО выглядит примерно вот так для единичного события. Предположим, у нас какая-то область мозга была активирована и где-то через секунду или еще что-то у нас, как видите, возрастает сильно сигнал, дальше он падает, есть это андершут, и где-то через 30 секунд приходит обратно. Таким образом, если мы будем подавать какой-то стимул очень часто, то наш ответ будет выглядеть вот таким вот образом. Понятно, что временное разрешение будет немножечко смазано. Если же мы будем подавать стимуляцию такими вот блоками, то мы получим вот такое вот. Понятно, что это большого количества опять же точек, большой выборки. Если у вас будет всего одно событие, где у вас есть одна картинка нормы, одна картинка, когда вы какое-то событие делали, вам просто не хватит статистической мощности, чтобы можно было это рассчитать. Поэтому обычно в МРТ событие многократно повторяется, чтобы дальше за счет статистики вот эти очень небольшие изменения сигнала можно было все-таки увидеть. И существует как раз два дизайна. Блочный, когда вы меняете стимул отсутствия стимула, стимул отсутствия стимула, и так называемый Event Driven Design. Каждый из них имеет свои достатки, свои недостатки, но то, что нам нужно для нашего курса знать, что это все косвенные показатели. И более того, у нас есть некоторое количество особенностей метода, недостатками, конечно, нельзя назвать. Первое. fMRI это косвенное изменение активности. Мы не можем говорить, что эта область коры стала более активной. Можем сказать, что кровоток здесь изменился. И изменения этого кровотока или метаболизма они могут быть не настолько легко объясняемы, как, скажем, наше воздействие привело к тому, что вот здесь у нас увеличилась активность. Дело в том, что болт наиболее ярко показывает наличие входов в некую область интереса, потому что сосуды у нас расширяются в ответ на спилловер, то есть вытекание синаптической щели избытка глутамат. Для остальных медиаторов это пока не очень показано, вроде как пытались еще лидофамина не очень, но вот для глутамата это показано однозначно. То есть в принципе мы видим не саму зону, которая активировалась, а ту зону, куда пришли в итоге от зоны, которая активировалась синапсы, то есть аксоны, автоматергические. Следующее, различные структуры мозга, они имеют разную динамику обрисчения кровотоком. Какие-то могут очень быстро отвечать на изменение потребностей мозга, какие-то достаточно длительно будут это делать, сигнала хорошего мы тогда с вами не получим. Ну и понятно, что метод при этом имеет достаточно низкое разрешение, мы с вами видели гемодинамический ответ, временное разрешение, ну порядка двух секунд, и если какие-то процессы происходят быстрее, они будут, конечно, достаточно смазаны. Плюс, так как мы используем с вами мощные и более того, переменные магнитные поля, конечно, использовать этот метод с какими-то другими, с электроэнцефалографией, с магнитной энцефалографией, ну как минимум сложно. Говоря уже о чистой биологии, понятно, что у нас нету одного нейрона, отвечающего за одну функцию, это все-таки такие сети целые. И, конечно же, в методе функциональной МРТ не учитывается вот эта распределенная природа нейрональных сетей. И это такой достаточно большой минус. В итоге, метод функциональной МРТ может легко показать, где произошли изменения именно кровотока, но не может показать, как эти изменения произошли, и из-за чего они произошли, это остается на совести исследователей интерпретации этих данных. Достоинства понятны. Мерсональная ядерно-магнитная МРТ она неинвазивная, не использует ионизирующее излучение, абсолютно безопасна, можем, в принципе, достаточно много ее применять на одном и том же объекте, делать повторности большие. Здесь не используются какие-то народные контрастирующие вещества, то есть мы биохимически интактное состояние мозга с вами исследуем. Ну и пространственное разрешение, ну это порядка трех миллиметров, на самом деле есть сейчас вариант этого метода с большим разрешением, но там есть свои проблемы, иногда больше разрешения как раз сложнее интерпретировать. Какие вопросы могут быть по этой части курса? Ну, прежде всего описать принцип работы, и дальше будет МРТ, ПЭТ или рентгеновский томограф. Для рентгеновского томографа понятно, это съемка под разными углами проекции, и дальше использование преобразования радона для реконструкции. Опишите принцип работы, ну и дальше опять же, например, пускай будет пезитронно-эмиссионный томограф. Понятно, вводится некая метка радиоактивное вещество, и дальше это бета плюс эмиттер, то есть это вещество, которое бета плюс распаду подвергается, у нас образуется с вами пезитрон, который через некоторое время анагилируется электроном, получаем сигнал в виде двух квантов гамма-излучения. Ну и свободный пробег, прежде чем анагиляция происходит, она именно и уделяет разрешение этого метода. Описать феномен ядер магнитного резонанса. Тут вопросов может быть много, но первое, что является необходимым условием возникновения резонанса? Во-первых, изотоп должен иметь как минимум не нулевой спин для ядра, и должно быть внешнее магнитное поле, потому что без внешнего магнитного поля именно феномена резонанса мы с вами не получим. Резонанс когда мы подаем с вами какую-то радиочастоту и получаем в ответ такую же. Ну, опять же, понятно, что не все изотопы будут такой феномен проявлять. Описать процесс продольной релаксации спина. Это как раз по оси Z. То есть это возвращение в равновесное состояние нашей продольной магниченности, которая позволяет нам увидеть условно говоря микровязкость нашего образца. Опишите процесс спин-спиновой релаксации. Это взаимодействие изменения частоты окрас, которые мы можем наблюдать за счет воздействия окружения соседних атомов, если мы говорим о водороде, ну, соответственно, водорода, или каких-то других атомов, которые могут изменять магнитное поле, например, тот же самый кислород. И за счет этого мы можем наблюдать на времени Т2, условно говоря, изменения химического состава нашего объекта. основные компоненты МРТ-томографа мы только что рассмотрели, я думаю, повторять не надо. На чем основана фокусонтальная МРТ? На косвенной оценке нейрональной активности путем оценки изменения кровотока в каких-то областях. Спасибо за внимание. До свидания. Удачи. Удачи.